За несколько минут до начала выпуска стало известно, что первая автоколонна с эвакуированными жителями Цхенвали прибыла в Россию. В автобусах сотни человек. Это женщины и дети. Их разместят в пансионатах и лагерях отдыха Северной Осетии. В пути машины сопровождали голубые каски. Обстановка в Южной Осетии остается напряженной. Власти республики заявили о новой серии обстрелов юго-осетинских сел с грузинской стороны. Огонь был неинтенсивным и жертв удалось избежать. Между тем, по данным Цхенвали, к административной границе стягиваются военные подразделения Грузии. С места событий передает Руслан Гусаров. Прошедшая ночь в Цхенвале прошла относительно спокойно. Не было ни обстрелов, ни нападений. Но власти, не признанной республики, оценивают ситуацию как сложную и напряженную. Ночью в республику вернулся президент Эдуард Какойты, а с утра на центральной площади города началась массовая эвакуация детей. Она организована правительством Южной Осетии и Северной Осетии, Алании. Сюда, на центральную площадь Цхенвали, пригнали несколько автобусов. И сейчас порядка 300 детей должны вывезти на них в сторону Северной Осетии. Всего за эти сутки планируется вывезти до 500 детей, но желающих много. Поэтому эвакуация, по данным власти Южной Осетии, будет проходить в течение нескольких дней. Северная Осетия Придемьера. Да, да, вас будут ждать. На неопределенной. Пока не успокоится ситуация. Сколько детей приблизительно сегодня выезжаете? Я думаю, что 400-500. У нас уже колонна стоит. Желающих больше, но желающих больше. 400-500. Несколько рейсов. Сегодня будет еще один рейс. Вечером и завтра утром будет рейс. Напомню, что эвакуация детей, женщин и стариков, началась еще накануне. Сразу после ночного массированного обстрела столицы Южной Осетии, Цхенвали. И происходит она из отдаленных сел Южной Осетии. Но сегодня очень много родителей захотели вывезти своих детей из Цхенвали. Причем дети до 7 лет поедут в Северную Осетию в сопровождении родителей. После позавчерашнего нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Наблюдается концентрация войск Грузии вокруг Южной Осетии. Только что мне звонил глава администрации из Наурского района. Вы знаете, что после позавчерашнего мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. И мы из районов, которые подверглись позавчера обстрелу. Но вот сейчас с утра обстреливается село Мугут. И жители этого села просят, чтобы тоже помогли вывозить детей. Сейчас списки уточняются. И мы, наверное, будем вывозить детей и из Наурского района. По оперативным данным МВД Южной Осетии, грузинская сторона подтягивает границам республики новые подразделения бронетехники, а также минометные подразделения. Стали известны и новые подробности нападения на Северную Осетию позавчера ночью, а также предшествующие этому событию. В МВД Южной Осетии заявляют, что обстрел мирного города был санкционирован на самом высшем политическом уровне Грузии. У нас есть достоверный факт, что некто одному генералу по имени Каха непосредственно по телефону отдавал команду господин Саакашвили по открытию огня по городу. Что тут скрывать еще? Надо вещи называть своими именами. Эвакуация детей проходит в сопровождении МВД Южной Осетии под усиленной охраной объездные дороги, которые ведут из Тихенвала в сторону Северной Осетии Алании. Кроме того, вооруженные силы Южной Осетии по-прежнему находятся в состоянии полной боевой готовности. Руслан Гусаров, Игорь Малышев, телекомпания НТВ, Южная Осетия. Угроза широкомасштабных военных действий между Грузией и Южной Осетией становится все более реальной. Об этом сегодня говорится в официальном заявлении МИД России. Цитата. Вопреки разнообразным заявлениям грузинского руководства о необходимости принятия срочных мер для деэскалации напряженности, практические действия Тбилиси опровергают эти декларации. Российская сторона вновь выражает самую серьезную тревогу в связи с последними событиями в Южной Осетии. Как говорится в заявлении, крайне важно немедленное возобновление переговорного процесса в формате смешанной контрольной комиссии, а также проведение экстренных рабочих встреч представителей конфликтующих сторон. И далее. Курс, взятый грузинской стороной на демонтаж СКК в нынешних условиях, особо контрпродуктивен и опасен. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты.